Продолжаем рассказывать о реализации в Твери национального проекта «Экология». Работ такого масштаба в городе давно не было. Сейчас ведется реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений. А в Затверечье идет модернизация и реконструкция нитки водовода, которая снабжает весь город питьевой водой. Нацпроект «Экология» — один из 12 проектов, разработанных правительством России по указу президента. Тверь он затронул еще в прошлом году, когда начались подготовительные работы к модернизации ключевых для города объектов. В Верхневолжье входит число регионов, которым уделяется особое внимание. В течение нескольких лет здесь будут модернизированы очистные сооружения и водовод по региональным проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». Для нас это тоже очень важная и ответственная задача на своей территории — содержать реку номер один именно в надлежащем эталонном состоянии. И поэтому реализация национального проекта «Экология» имеет для нас стратегически важное значение для будущих поколений. Эти очистные сооружения в больших перемерках. Они обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий. Строительно-монтажные работы идут по графику. На объекте проходит заседание проектного комитета. То есть она надувается вот таким колесом, и из него меленькие-меленькие пузыречки выходят. Директор водоканала Андрей Радченко показывает присутствующим современные аэраторы. Их устанавливают в процессе реконструкции очистных сооружений. Объём того, что здесь делают и планируют сделать, можно перечислять бесконечно. Тут даже территорию за час не обойдёшь. Сейчас строительно-монтажные работы производятся на воздуходувной станции. Отстойниках и в двух аэротенках. Во втором аэротенке завершаются работы по очистке и передаче под реконструкцию. А в третьем ведутся строительно-монтажные работы по устройству перегородок и каналов. Данный проект позволит обеспечить лучшее качество источных вод, ну и, соответственно, улучшить экологию в нашей основной реке Волги. А это уже Затверечье. Укладка новой трубы на первом участке завершена на 98%. На втором заканчивается подготовка территорий, и ориентировочно с середины октября планируется приступить к строительно-монтажным работам. На третьем участке в жилом секторе Затверечье подготовка территории начнётся после того, как она будет освобождена от нелегальных построек.